Глава шестая Брахма увещевает Шиву Майтрея сказал Разгромленные ратью Шивы боги и жрецы отправились к Отцу Вселенной. Израненные трезубцами, мечами и булавами, дрожа от страха, воители света припали к стопам Брахмы и поведали о случившемся. Вездесущий Господь Вишну и перворожденный Брахма знали, чем должно было завершиться жертвенное таинство, потому не присутствовали на нем. Выслушав богов, властитель Вселенной ответил Жертвоприношение не принесет удачи тем, кто хулит святых, что не от мира сего, и чьей милостью держится целое мироздание. Воистину, удача отворачивается от того, кто поносит великих. Решив все благого Шиву, его доли жертвенных даров, вы совершили кощунство. И теперь, смирив гордыню, должны будете покаяться в саде. Если у милости вите великого Владыку, то снова обретете мир и покой. Никто в целом свете, ни Царь Небесный, ни боги, ни мудрецы, ни даже я, Создатель, до конца не сознаем величия Шивы, кто же в здравом уме осмелится хулить его. Необычайно могущественный, треокий, если разгневается, способен в одно мгновение изничтожить целые миры вместе с их обитателями. Сейчас, потеряв любимую супругу, он глубоко опечален, и горе тому, на кого падет его гнев. Ступайте и просите у него прощения, и я пойду с вами. Так Создатель вместе с богами, предками и повелителями природных сил отправился к Царь-горе Кайласе, в святую обитель Всеблагого. У подножия Кайласы, испокон веков, йоги-отшельники предавались самосозерцанию. Воздух всегда напоен там благоуханием душистых трав, а пространство оглашают звуки священных песнопений. Великую гору населяют существа, отрожденные наделенные сверхъестественными силами. Небесное Создание, люди-птицы и ангелы со своими прекрасными подругами. Вершина Кайласы усыпана драгоценными каменями, серебром и золотом. Склоны поросли девственными лесами, в которых пасутся стада диких оленей и антилоп. С ее уступов низвергаются прохладные водопады, а в живописных пещерах живут целомудренные жены подвижников. Павлины днем и ночью оглашают Кайласу громкими криками. Воздух гудит пчелами, повсюду слышны нежные трели райских птиц и гухоньи кукушки. Высокие деревья с устремленными к небу ветвями словно призывают к себе дивных птиц. Гора поет рокотом водопадов. Когда стада слонов проходят по склонам Кайласы, гора будто движется вместе с ними. Пестрым ковром по склонам раскинулся лес с тысячами диковинных деревьев. Париджаты, Тамалы, Бакулы, Ашоки и Арджули соседствуют с Мандарами, Саралами, Кавидарами, Асанами, Амранжати, Кадамбами, Джули-Кадамбами, Нагами, Пунагами, Чампаками, Поталами, Кундами и Курабаками. В обилии произрастают там и золотой лотос, и черное дерево, и малати с кубджей, маликой, матхави и пряное растение. Ката, Удумбара, Джулара, Баньян, Плакша, Ньягротха и Пхирула, Бетель, Пхуджапатра, Раджапуга, Джамбу, Манга, Прияла, Матхука, Ингуда, Кичака и множество разновидностей бамбука покрывают подножье священной горы. В озерах, мягкую прозрачную гладь которых растекают величавые лебеди, цветут голубые, белые и розовые лотосы. В кронах благоуханных деревьев слышатся сладкие трели райских птиц. Лаской и покоем дышит волшебный лес, в чаще которого блаженствуют, радуясь жизни, олени, обезьяны, вепри, львы, серны, шальяки, лесные коровы, ослы, тигры, лани и буйволы. По берегам бесчисленных горных озер раскинулись банановые рощи, в благодатной сени которых резвятся мускусные олени, корнантры, экопады и ашпасии. Некогда в этих благодатных водах среди волшебных лотосов купалась Исати, целомудренная супруга великого владыки. С изумлением боги взирали на богатства и красоты, что окружают обитель Шивы. На девственный лес, напоенный чудными ароматами, на долину лотосных озер, величавые реки Нанду и Аллакананду, чьи воды освящены пылью с лотосных стоп Господа Вседержителя. К тем святым рекам в своих воздушных челнах слетаются ангелы и небесные демоны, и, утолив сладострастия, весело играют, осыпая друг друга искрами прохладных брызг. Воды, что смывают душистою пыльцу шафрана с груди райских дев, приобретают розоватый оттенок и наполняют благоуханием прибрежные долины. Привлеченные чудным ароматом, к берегам приходят слоны со своими подругами. Они купаются и пьют сладкую речную воду, даже если не испытывают жажды. Воздушные челны небесных обольстительниц, расписанные золотом и украшенные жемчугами с самоцветами, парят в небе точно облака, в лучах вечернего солнца, озаряемые молниями. У подножья Исполинской горы, в чаще леса, среди древ желаний расположены чертоги царя бесов, куберы, хранителя небесных богатств. Лес гудит пчелами и поет щебетом райских птичек с красным ожерельем на шее. В лотосных зарослях озер плещутся белые лебеди. Слонихи увлекают возбужденных самцов в заросли сандала, где придаются с ними любовным ласкам. Легкий ветерок возбуждает в небесных красавицах томное желание быть обладаемыми. Брахма и небесное воинство с высоты птичьего полета взирали с изумлением на рукотворные купели со ступенями из чистого изумруда, поросшие лотосами с толстыми стеблями и на чудных существ, обитающих в лесных чащах. Неожиданно их взору предстало огромное дерево Баньян. Оно вытянулось к небу на сто йоджин и разрослось вширь на семьдесят пять йоджин, но в густой чаще дерева не слышно было птичьих голосов. Среди склоненных до самой земли ветвей дерева вожделенного прибежища отшельников и искателей спасения пришлицы увидели всеблагого владыку, невозмутимого и бесстрастного, как само время. От былого гнева не осталось и следа. Вокруг него сидели мудрецы и святые, Кувера, предводитель чертей и бесов, и четыре юных старца, источавшие святость и благодать. Господь Шива являл собой самое безмятежность, мудрость и беспристрастие. Милосердный друг всех существ, он излучал покой и умиротворение. Великий владыка выседал на шкуре антилопы, точно облако в лучах заката. Оттенками розового и серого переливалось его тело. В пепельных волосах сверкал полумесяц. Гости Всеблагого, среди которых был и святой скиталец Нарада, расположились вкруг него на соломенных подстилках. Великий владыка вещал о безмятежной истине. Левая нога его покоилась на правом бедре, левая рука — на левом. В этом положении вещающего учителя с четками в правой руке, воздев к небу указующий перст, Шива учил надмирной мудрости. Почтительно сложив ладони, боги под водительством жрецов склонились к стопам безмятежного, незыблемого владыки тайных сил, облаченного в набедренную ткань. Почитаемый силами тьмы и света, демонами и богами, Шива смиренно поклонился создателю. Коснувшись его стоп руками, как некогда, божественный коротыш Кавамана склонился перед своим отцом, мудрым Кашьяпою. Также в поклоне приветствовали брахму Нарада и ученики Шивы. Приняв почести, творец улыбнулся и обратился к всеблагому властителю с такими словами. Брахма сказал, «О великий владыка! Ты лона и семя мироздания! Безмятежная истина, Хранитель вселенной, сущий за ее пределами! Как паук полетешь ты своею благодатной силою Паутину бытия, Хранишь ее и затем поглощаешь, Являя себя в трех ликах! Как известно тебе, Один из сынов моих И твой младший брат именем Дакша, Следуя твоему же уставу, Взялся за исполнение великого жертвенного таинства. Так устроил ты мир, Что всякий, совершающий жертву, Имеет право воспользоваться ее плодами, Вещественными или в виде уважения, А брахманы, духовное сословие, К коим относится и Дакша, Призваны обеспечивать этот порядок. Жертвователи, души добродетельные, Возносятся на небеса, Дабы пожинать сладкие плоды Своих благодеяний. Грешники же, Икорестолюбцы, Низвергаются в преисподнюю, Дабы мучениями Ответить за содеянное. Но случается и так, Что праведники, Вроде Дакши, Оказываются в аду, А злодеи Купаются в удовольствиях, И причина тому Необъяснима. Всякий, Кто служит твоим лотосным стопом, О, беспристрастный, Постигает единую суть бытия, Мировую душу, Потому перестает делать различия Между живыми существами. Как и ты, Твои почитатели Не поддаются гневу, Ибо в отличие от неразумных животных, Не видят разницы между собою И другими существами. Кто не способен узреть Единство и неизменность сущего, Тот вынужденно привязывается К плодам своих дел И страдает, Не получив их или утратив. Завидуя чужому имению, Желая зла ближнему, Мысленно или словом, Эти несчастные Уже приговорены судьбою На муки тяжкие. Потому стоит ли тебе, Высшей степени, Беспристрастному Утруждать себя, Приговаривая их К еще большим мчениям? Мудрый не оскорбляется Бранию глупца. Жертвы гордыни И самообмана. Подобно любящему отцу, Просветленный мудрец Не мстит неразумным чадам, Не ведущим своих дел, И не прибегает к силе, Хотя бы и слова их Больно ранили его сердце. Ты единственный Единственный в целом мире, Над кем не властна Обманчивая сила Всевышнего. Потому будь снисходителен Тем, кто стал ее жертвою, Кто жаждет призрачных плодов, Мечтая утвердиться Скоротечной и суетной действительности. Лишь по недоразумению Жрецы наши Не предложили жертвенных даров тебе, Правообладателю всех богатств мира. Тебя величают всеблагим, Ибо ты одариваешь благами Всех смертных. Прости заносчивых невежд, Позволь завершить им Жертвенное таинство, И прими причитающуюся тебе Долю жертвенных даров. Господин мой, Пусть Твоею милостью Вернется к жизни Дакша, Кто начал жертвоприношение, Пусть царь Пхага Вновь обретет очи, Жрец Пхаригу усы, А пуша зубы. Пусть боги и жрецы, Кому твои воины Переломали конечности, Исцелятся Твоею милостью, Пусть заживут их раны. Прими свою долю даров, О разоритель жертвенного огня, Пусть великое таинство Завершится великим благодеянием. У -, Пусть Продолжение следует...